Александр Зорин – молодой, талантливый и уже очень перспективный художник, неоднократный участник областных и всероссийских художественных выставок. В 2003 году окончил факультет живописи Смоленского государственного института искусств. Зарекомендовал себя как первоклассный график-пастелист. За 15 лет творчества у него скопился большой багаж как опыта, так и работ. Написанные в разных стилях и жанрах картины художника выражают любовь к родному краю, его жителям и природе. Сюжеты просты и естественны, они наполнены ощущением ностальгии и светлой грусти. В Десногорск автор привез как свои ранние работы, написанные еще в начале творческого пути, так и созданные совсем недавно. В основном это живопись маслом и графические работы, выполненные в технике пастель. Люблю, конечно, сельский пейзаж, это моя излюбленная тема. Тут, конечно, у меня не только сельский пейзаж, а и городской пейзаж представлен. Мне совпал этот год, 15 лет моему творчеству, и такая небольшая дата, 35 лет мне. И решил сделать выставку у вас в Десногорске. Александр очень много пишет, поэтому по области одновременно проходят сразу 3-4 его персональные выставки. Коллеги-профессионалы высоко оценивают его работу. Выставка удивительная, мы уже под впечатлением, очень красиво, живописно, трогательно, все настолько живо. Мы сейчас идем с детьми с пленеры, на ветру сидели, искали вот этот образ, искали пропорции, тон, цвет, изучали, наблюдали. Вот это все, когда это все, пытаешься постигнуть эту гармонию живой природы, вот тогда это все очень понятно. Вот мы сейчас пришли на выставку, любуемся. Два года назад в Рословском музее состоялась персональная выставка Зорина. Рословчане тогда имели возможность познакомиться с его творчеством. Но и для них нынешняя выставка стала открытием. Эта выставка интересна для меня, например, тем, что я впервые увидела, как он работает маслом. И, в общем-то, хочу сказать, что такой вот живописец, он тоже довольно интересный. Ну, я хочу еще отметить, что поскольку с той выставки прошло меньше двух лет, он за это время сделал очень много новых работ, а главное, у него появилось что-то новое в технике. Так что перспективы, я думаю, этого художника хорошие. Будем радоваться и гордиться, что с таким человеком знакомились в самом начале его творческого пути. Пришедшие на выставку десногорцы остались в полном восторге от пейзажей и уходили с ощущением легкой грусти и ностальгии. Бесспорно, выставка очень понравилась. Такое чувство, что попал в историю. Картина – просто история. Смоленска, Вязьмы, Талашкина. Директор музея Наталья Едемьянова вручила художнику благодарственное письмо, а он в ответ в дар музею передал свою картину. Познакомиться с творчеством Александра Зорина можно до 30 июня.